В конце ноября Камский автомобильный кластер посетили вице-премьер Денис Мантуров и президент Татарстана Рустам Миниханов. Поводов к тому было несколько. Главный из них, конечно, возобновление работы завода Солерс-Алабуга. Буквально в соседнем здании началось серийное производство кроссоверов Аурос Комендант. В ноябре Комендант получил одобрение типа транспортного средства, и основной конвейер сможет в каком-то ритме собирать автомобили. «Проект Аурос – это действительно один из пилотов такого уровня автомобиля у нас в стране. Мы не производили, надо сказать честно, и в советское время, если даже говорить представительского класса, это были штучные, ручные работы автомобилей, которые производились в единичном количестве. Это всё-таки уже серийный автомобиль, и он находится в открытом доступе для потребителей». Впрочем, фактическое значение события мы оценим позже. Ведь статистику производства и продаж Аурос обещает раскрыть только через два года. Ещё один интересный аспект. В прошлом году Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова превратил В-8 от Ауроса в двигатель-демонстратор АПД-500 для самолёта Як-18Т. Авиационную карьеру Денис Мантуров прочит и двигателю В-12. 12-цилиндровых двигателей мы оставили для использования в авиационных проектах для малой авиации и для беспилотия. Конечно, высокие гости не могли не побывать на КАМАЗе. Чиновникам показали «Москвич-3». И не случайно, ведь держателем ОТТС на эти автомобили является сам КАМАЗ, который формирует сейчас свой легковой дивизион. Возглавил подразделение Александр Мигаль, в прошлом глава российских представительств КИА и ПСА. Кроме того, в объектив протокольной камеры впервые попал среднетоннажник КАМАЗ-Компас с двухрядной кабиной. Полной массой будет 3, 5, 9, 12. Здесь выставлен полной массой 5 тонн. Денис Валентинович, тут важно, что с Солерсом двигатель 2,7 литра, это единый. Голос за кадром — это гендиректор КАМАЗа Сергей Кагогин, который сообщает Денису Мантурову о том, что двигатели Компаса, что представляет собой перелицованный китайский джак, родственны моторам молотоннажников Солерс. Напрашивается вывод, что пользу из локализации этих дизелей на бывшем моторном заводе Форда извлекут и Солерс, и КАМАЗ. Продолжение следует...